Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 октября, Православная Церковь совершает память святой Поплии-исповедницы Диаконисы Антиохийской. Святая Поплия была в царствовании Юлиана Диаконисы Антиохийской церкви, славилась своей добродетельной жизнью. В молодости своей она недолгое время пребывала в браке и имела сына Иоанна, который впоследствии был благочестивым пресвитером. По смерти мужа она собрала у себя лик девственниц, с которыми словословила Господа. В древней церкви еще до появления женских иноческих обителей и в первое время их существования был особый класс дев, посвящавших себя всецело служению Богу и дававших обет девства. Такие лица назывались девственницами, и они пользовались в церкви большим уважением и считались ее украшением. Они собирались для подвигов безмолвия, богомыслия и молитвы в частных домах под руководством опытных в духовной жизни старец-наставниц. Весьма часто церковь поручала их руководству и надзору наиболее уважаемых из диаконис. Однажды она с этими девственницами пела утренню. Между прочим, они громогласно воспели псалом, идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякие, кто надеется на них. Случайно в то время мимо проходил прибывший в Антиохию император и, услышав это пение, приказал замолчать. Но Паплия начала петь еще громче. Тогда разгневанный император велел привести к себе начальницу хора и приказал каждому из сопровождавших его воинов бить ее по лицу. Святая в это время бестрепетно обличала Юлиана в безбожие и говорила, что считает истину Божию выше всего. Наконец, она была отпущена в свой дом, где по-прежнему продолжала воспевать Бога вместе со своими девственницами. Вскоре после этого она с миром предала дух свой Господу. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола Иакова Алфеева, преподобных Андроника и жены его Афанасии, праведных Авраама, праотца и племянника его Лота, мучеников Еввентия и Максима воинов, преподобного Петра Галатийского, священномучеников Константина Сухова и Петра Вяткина-Пресвитеров, священномученика Константина Аксенова-Пресвитера. Празднуется обретение мощей исповедника Севастьяна-Карагандинского Фомина Архимандрита. Совершается празднование икони Божией Матери Корсунская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа, мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok